Всем доброе утро. Я рад вас приветствовать на нашей конференции. Я Скачков Александр. Сегодня мы поговорим про более сложные вещи, такие как WebAssembly. Я пытался как можно сильнее упростить этот доклад. Извините, что там, к сожалению, остались некие хардкорные вещи. Но без этого нельзя, потому что технология новая, она только развивается, и про не очень мало материала. Окей, начнем. Немного о себе. Я техлит в компании Terra, но в свободное от обороты время я контрибьючу в WebKit. В основном я занимаюсь джаваскриптовым движком. Из того, что я там сделал за последние 3-4 года, это arrow function, стрелочная функция, если знаете, это Экмоскрипт 6, асинхронные итераторы, генераторы, это вот и promise final, это то, что сейчас стало стандартом в этом году джаваскрипта. Но иногда я пощу всякие новости, те, которые касаются IT и джаваскрипта в этом твиттере. Если кому интересно, можете фолловить меня. Окей, начнем. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим, что было до WebAssembly, и почему мы пришли к WebAssembly. Второе. Мы попытаемся сравнить WebAssembly с джаваскриптом, показать их разницу, поговорить, как WebAssembly может нам помочь в реальной жизни, в реальных проектах. Расскажу немножко, как начать работать с WebAssembly. И расскажу, скажем так, куда идет WebAssembly, куда она будет двигаться, что у нас ждет дальше. Окей, начнем с этого. Как многие из нас знаете, джаваскрипт сейчас один из самых популярных языков. Это можете узнать по статистике Stack Overflow. Больше всего запросов по джаваскрипту. По гитхабу больше всего различных проектов именно сделано в джаваскрипте. Но когда создавался джаваскрипт, в 1995 предполагалось, что он должен немножко добавить interaction, то есть взаимодействие с пользователем для таких вот страниц. И обычно в самом начале он выглядело вот где-то вот так. Это три строчки без никаких лоудов. Сейчас это очень сложные, комплексные приложения. И джаваскрипт, в принципе, выглядит вот так вот. Это такие простыни, мегабайты, мегабайтов кода. Но почему он стал таким популярным? Ну, это мой взгляд, почему так. Я считаю, самое первое, это он очень легок в обучении по сравнению с другими языками. Второе. На самом деле сейчас он выиграл войну в браузерах, Netscape, и выиграл именно на джаваскрипт. И сейчас он может быть запущен на миллиардах, я не побоюсь, что это слово, миллиардах различных устройств. Это могут быть браузеры, сервера и какие-то совсем маленькие устройства, которые поддерживают джаваскрипт. И то, что я больше всего люблю в джаваскрипте, это динамическую типизацию. Но к чему это все приводит? К тому, что джаваскрипт очень сложен в оптимизации производительности. Вы можете супер-супер сильно заоптимизировать ваш джаваскрипт для одного движка. Переключаемся, допустим, с V8 хрома на Safari или на Edge, и у нас уже большие падения производительности. Было очень много попыток решить эту проблему. В самом начале, когда создавался джаваскрипт, предполагалось, что на самом деле на джаваскрипте никто сложные вещи писать не будет. Оно было только для тех, кто делает верстку, немножко добавить interaction. Все сложное должно было быть сделано на джаве и через специальный протокол должно подключаться к браузеру. Очень много попыток. Я не знаю, здесь похоронено миллиард, ну, может, сотни миллионов долларов или миллиарды этих новых технологий, которые возникали раз в три года, пытались пофиксить проблему джаваскрипта и там через 3-4 года, максимум 5, умирали. Я не знаю, я работал с флэшом, работал с сильверлайтом, к сожалению, с дартом не работал. Но все это потихонечку умирало. Но и как бы Бернар Эйк, автор джаваскрипта, постоянно говорит всегда ставьте на джаваскрипт. Но на одной из последних конференций он добавил ставьте на васм. В самом деле мало кто слышал, что такое васм. Я думаю… Но на самом деле васм – это сокращение от веб-ассемблей. Веб-ассемблей – это совсем новая технология, которая появилась буквально недавно. Это как бы новая надежда, как получить хорошую производительность в джаваскрипте, точнее в вебе. Совсем ее анонсировали совсем недавно. Это буквально три года. Это июнь 2015 года. Самое важное. Она будет поддерживаться всеми главными или главными стримовыми браузерами. Chrome, Safari, Edge, как ни странно. И Firefox. Оно разрабатывается под зонтиком V3VC. То есть это будет стандартом веба. Это не будет чья-то подделка. Все вместе эти браузеры разрабатывают. Создана специальная группа, которая это делает. И одна из важных вещей, что это очень новая технология. Сама спецификация, то есть как она должна работать, появилась буквально полтора месяца назад. Но на самом деле, что такое веб-ассемблей? Если первое нагуглить, первое, что отвечает, что билтаржи, то есть это результат компиляции. На самом деле, вообще непонятно, что это такое. У них есть дополнительное определение. Это безопасный, портируемый, низкоуровневый формат, который специально предназначен, чтобы быстро выполняться. И еще одно важное место, что он должен быть очень маленький, так как, в принципе, это предлагается для веба. И мы всегда, у нас есть проблемы про передачи наших модулей сервера на клиент. Как это, в принципе, работает? Вот такой у нас, допустим, C-код или такой же код на Rusty будет трансформирован в такой S-expression. Называется файл VAT. На самом деле, вообще непонятно, что это такое. Я понимаю, но 90% не понимает. И на самом деле, вам оно вообще не нужно. Вы, как фронт-энд-девелопер, никогда с этим работать не будете. Будет работать очень маленькое число людей, которые понимают, как оно работает. Но вы просто должны знать, что есть формат, в который все эти языки и C, и Rust, и C-sharp будут компилироваться. Потом вот это вот S-expression будет конвертироваться в такой байт-код и передаваться на клиент в браузер. Как это будет работать в работе? Первое. Вы, как какой-то девелопер, который знает C, Rust, будет писать такой код, использовать компилятор. Это будет компилироваться в вашем вас модуль. И как часть вашего приложения вы его деплоите на сервер. Ну а дальше, как часть этого приложения, оно передается в браузер. Все просто на самом деле. А теперь попытаемся сравнить WebAssembly с JavaScript. Посмотреть, в чем разница, в чем ключевая разница. Для сравнения я взял пример этапы, как работает JavaScript в наших современных JavaScript-овых движках. У нас в основном существует четыре степа, которые нужно пройти, чтобы наш JavaScript заработал в браузере. Первое – это парсинг. Когда мы просто парсим этот JavaScript, по нему строим абстрактное синтетическое дерево, потом его компилим в байт-код или интерпретируем и выполняем. После себя мы пытаемся собрать мусор с помощью garbage collector. Как это работать будет в WebAssembly? В принципе, то же самое. Но, к сожалению, на данный момент в WebAssembly нет garbage collector. Он будет когда-то, но не сейчас. И пройдемся по каждому шагу и посмотрим, как отличается JavaScript от WebAssembly. Добавлю, что мы начнем не с этих степов, а дополнительный степ, который нужно знать, а именно загрузка. Потому что мы работаем в вебе, и мы всегда грузим какие-то те или иные модули, JavaScript или WebAssembly. Самое важное, JavaScript представляется текстовым форматом. То есть вы на самом деле можете прочитать, что есть. В WebAssembly это бинарный формат. Что это нам дает? То, что размеры у нас гораздо будет меньше. При том же наборе того, что мы хотим сказать с помощью одного модуля, размеров будет гораздо меньше. Вот этот байт-код, я его просто повторю. Второе важное. То, что когда мы хотим загрузить тот или иной модуль, мы используем скрипт. К чему это приводит? К том, что в современных браузерах у нас происходит блокирующая задержка. То есть в тот момент, когда браузер встречает тег, скрипт, он останавливает свое выполнение, выполняет загрузку. До того момента, пока он полностью не загрузил, он просто ждет. И в тот момент, когда мы уже загрузили, мы его начинаем выполнять. После того, как мы сделали эти два шага, следующим шагом мы продолжаем работу этого движка. Есть варианты, как это упростить, но все равно это может занимать большое время. Для WebAssembly, чтобы загружать модули, используется только fetch. В данный момент только fetch. Это к чему это ведет? Что у нас неблокирующая загрузка. Нам не важно, что в этот момент делает браузер. Мы сказали fetch. Когда он загрузит, тогда он нам вернет загруженный модуль, и мы сможем с ним работать. Но теперь перейдем к парсингу. Чем же отличается? То же самое. Важные два момента. У нас есть текстовый формат и восьми бинарный формат. То есть текстовый формат парсить гораздо дольше, потому что он больше. Бинарный. Мы заодно и тоже, прочитая ключевое слово, делаем одну маленькую операцию. Для текстового формата мы делаем гораздо больше переходов внутри памяти. Второе. В JavaScript очень много значительный синтексис. То есть что это для вас значит? Когда парсер движка от JavaScript встречает такую фразу, на самом деле он не знает, что здесь будет написано. Он может подумать, что здесь у нас присвоение. Но также он может подумать, что здесь у нас начало какого-то выражения. Неважно, это булевское выражение или это будет математическое. Также может оказаться, что здесь arrow function. Или inline оператор. То есть наш компилятор должен будет сделать четыре разных предположения. И до того момента, пока он не дойдет до конца, он на самом деле не знает, к чему это ведет. Потому что он попытается распарсить как асин, как присвоение. Не то, откатились. Сравнили expression. Не то, откатились. На это идут потери времени. Я вам скажу так. Когда я зарелизил arrow function в веб-ките, падение производительности парсинга было на 5%. Собирались откатить этот патч, потому что 5% для Safari браузера – это очень большие потери. Но удалось дополнительными патчами, дополнительными проверками ускорить до трех. Падение всего лишь уменьшить до трех или двух процентов. Но все равно падение было, потому что мы увеличили количество веток, по которым должен идти парсер. Если говорить про вас, я уже показывал, то страхите. Там используется с expression. Я буквально чуть-чуть покажу, как оно будет работать. То есть мы берем, допустим, такой сикод. Как с этим будет работать парсер? Он конвертирует вот такую вот s expression. На самом деле тут все просто. Мы берем лишнее. Мы возьмем, что у нас приходит входящий параметр с названием $0. Все лишнее убираем. Как здесь будет работать парсер? Он будет использовать стек машины. Это на самом деле очень просто. Во время парсинга он зайдет в самую глубокую ветку. Скажет get local. То есть взять значение, которое мы передали в эту функцию. И поместит его в стек. Следующие операции мы умножаем на 10. Он тоже повернет, загрузит его в стек. А потом, когда умножение, он знает, что нам нужно достать два значения из стека. Он их достанет из стека. Сделает операцию и положит обратно. Потом, когда у нас закончились все операторы, и нам нужно вернуться на какое-то значение из функций, он зайдет, посмотрит, что у нас в стеке. Если у нас одно значение, все окей, мы идем дальше. Если там больше, чем одно значение, или вообще нет значений, значит ошибка компиляции. Все, до свидания. Очень просто и очень эффективно. По сравнению с JavaScript. Следующее. В JavaScript используется очень хорошая вещь. Так называемый lazy parsing. То есть отложенный parsing. Что это значит для нас? Это значит, что когда мы парсим весь JavaScript, мы не парсим весь модуль. Мы парсим только то, что собираемся выполнять. Вот простой пример. Допустим, у нас есть функция и какой-то код, который вызывает. Мы когда вызываем init, мы парсим всю функцию init, кроме вложенных под функции. В тот момент мы просто пропускаем функцию inc, там только проверяем синтексис. Возвращаем значение. И только когда мы вызываем эту функцию, мы реально начинаем парсить и создавать абстрактное динамическое дерево. Окей, что же в WebAssembly? В WebAssembly нет lazy parsing, потому что мы компилируем весь модуль. Но есть другая вещь. Есть так называемый многопоточный парсинг. Когда мы можем парсить JavaScript или разный модуль разными потоками. Так как у нас у многих мобильные устройства, которые там 4-8 ядер, мы можем это распараллелить. Но, к сожалению, в JavaScript это невозможно по одной из причин, потому что у нас функция может оказаться в любом месте, и мы не можем ее парсить, потому что нам нужно организовать взаимодействие. Все парсинги, которые пытаются сделать конкурентным, многопоточным обычно выглядят вот так вот. На самом деле это сложно, очень сложно монтейнить, и прирост очень низкий, потому что нам нужно синхронизировать разные потоки, потому что функция может оказаться в любом месте. Да, я считаю, что это сложно, это исследование. Дальше исследований никто не пошел. Что же в WebAssembly? В WebAssembly возможен параллельный парсинг. Почему это возможно? Потому что в WebAssembly модуль, когда он создается, он строго структурирован. Там есть два ключевых момента, которые позволяют организовать парсинг параллельным. Первое, то что каждая секция, каждый объект имеет свою длину, поэтому вы точно знаете, взяли один объект, взяли его длину, для следующего потока можете сделать отступ и сделать следующую функцию. Второе, у нас разделены секции на объявление функций и на само тело функций. Поэтому, прочитав, распарсив функции, мы можем, когда делаем парсинг, каждую функцию парсить параллельно, потому что у нас есть общий ядрой, и нам не нужно ничего синхронизировать. Мы уже заранее знаем перечень функций, которые у нас будут. Что еще важно? В WebAssembly есть стриминг API. То есть, что значит это для девелоперов? Что в тот момент, когда мы начали передавать модуль в браузер, мы можем уже начинать организацию парсинга, не дожидаясь до того, как он закончит загрузку в модуле. Если говорить про JavaScript, до того, как мы полностью не загрузили файл, мы не можем начать парсить его. Для WebAssembly это возможно. И самое приятное, что в тот момент, когда мы получили первый объект, мы уже можем начинать парсить. Но при этом мы можем делать параллельно. То есть, мы закачиваем два модуля, и параллельно каждый мы можем парсить. Это значительно должно ускорить выполнение. Следующий этап. Вычисление и оптимизация. Ну, компиляция и оптимизация. Самый важный момент, что все компиляции в JavaScript должны происходить в главном потоке. Мы не можем делать компиляцию JavaScript в параллельном потоке. Никогда. Потому что мы используем общую память. Есть попытки в Chrome это реализовать, но он работает только в последнем Chrome и только для маленького куска JavaScript. В WebAssembly нас ничего не останавливает. И так сейчас и пытаются сделать. Именно компиляцию выполнять мультипоточно. То есть, за счет использования дополнительных процессоров мы можем гораздо быстрее компилировать. Второе. В JavaScript оптимизация происходит только после того, как функция выполнилась тысячу, десять тысяч для разных движков по-разному. Почему это нужно? Потому что нам нужно собрать статистику, какие перемены с какими типами. Потом, имея информацию по этой статистике, какие перемены были использованы, какого типа, как у нас был control flow, мы можем сделать, применить те или иные варианты варианты оптимизационных алгоритмов, но только после того, там тысячи или десять тысяч раз в WebAssembly мы все это сделаем в момент, когда мы будем создавать модуль еще у девелопера. Если говорить про выполнение в JavaScript, на самом деле именно то же самое. Там очень медленный старт выполнения. После того, как уже JavaScript разогнался, много раз выполнился, он только начинает потом оптимизировать эти функции. Второе. В ASME, в WebAssembly ожидается, что старт программы и выполнение будут одинаковые на всей протяжении жизни, и он будет близок к нативному выполнению, потому что там будет чуть ли не прямой маппинг операций из WebAssembly к операциям в процессоре. Второе. В JavaScript, к сожалению, для реализации среда у нас есть только воркеры. Воркер тоже создает поток, но он содержит очень большой контекст, и на самом деле для браузера создать еще один воркер довольно-таки дорогая операция. Для WebAssembly то же самое. В любую WebAssembly можно выполнять в отдельном воркере, но в JavaScript не существует нативных средов, то есть мы не можем создать сред, который будет близок к тому потоку, который используется в операционной системе. В WebAssembly ожидается в будущем, что возможно будет внутри WebAssembly создавать отдельный поток, который будет очень маленький. К сожалению, еще я добавлю, в JavaScript существует garbage collector. Это не к сожалению, к счастью, существует garbage collector, поэтому мы можем работать с те или иными типами, объектными, референсами. Мы можем работать с домом. Если говорить про WebAssembly, на данный момент garbage collector нет, поэтому мы не можем работать ни с объектами, ни с дом-элементами и так далее. Еще я добавлю про JavaScript, что в JavaScript существует много типов. Ну, вы знаете, целочисленные строки, объекты и так далее. В WebAssembly существует только четыре типа. Четыре. Два интеджера, 32, 64 и два флоуота. Вот все, что вы можете сделать, вы должны выразить через эти четыре типа. На самом деле, приходится крутиться, но это возможно. В JavaScript. Ну, вы можете доступиться к любой функции в JavaScript, которая у вас доступна в Scope. Если говорить про WebAssembly, то же самое, но только к тем типам, которые у вас заимпорчены. Access DOM. Ну, мы все работаем с домом постоянно, так или иначе. Ну, в WebAssembly нет access to DOM. Но мы всегда можем сделать в раппер, создать свою JavaScript функцию, которая сделает некий в раппер над доступом к DOM и ее дернуть. Также, если говорить про WebAssembly, про JavaScript, то у нас всегда есть доступ к WebAPI. То есть мы можем там геопозицию вычислить, узнать там какие-то размеры экрана и так далее. В WebAssembly тоже это сделать невозможно. Если вам какая-то такая нужна информация внутри WebAssembly, вы должны обязательно сделать оберточку над функцией и вызвать ее. Еще важное различие. Это не касается, как работает JavaScript, а как именно формированы модули. В JavaScript мы обычно используем ES-модули. Но они почти уже появились в браузерах. Ну, все, кто работает с WebPack, используют именно их. В WebAssembly свои модули, которые очень строго структурированы. Вызывать функцию мы в JavaScript можем любую, к которой у нас есть доступ. Мы не обязательно должны ее объявить. Если мы сделали функцию глобальную где-то у себя, это наши проблемы, но любой модуль может не обратиться. В WebAssembly не так. Мы можем обращаться только к тем WebAssembly, которые… к тем функциям внутри WebAssembly, которые мы объявили внутри WebAssembly, или те, которые мы четко заимпортили в этот модуль. Ну, вот формат кода, ой, формат WebAssembly, то есть только такие структуры можем использовать. Также я сказал, что мы можем использовать любую функцию. И я говорил про explicit import. Только так мы можем передавать функции внутрь. И очень легко мы можем взаимодействовать с любыми функциями внутри JavaScript, внутри WebAssembly и из JavaScript. И наоборот, из WebAssembly мы можем вызывать JavaScript функцию, и из JavaScript мы можем вызывать любой модуль, который мы отдали наверх. Тут самый главный вопрос, которым интересует большинство разработчиков, которые собрались здесь. На самом деле мой ответ, если и заменит, то не сейчас и не в ближайшие 5-10 лет. Поэтому можете спокойно учить все фреймворки, React, Angular и так далее. В WebAssembly вам мешать не будет. Но на самом деле я считаю, что WebAssembly поменяет веб. И он не только поменяет веб, не сколько поменяет веб, сколько он добавит новые возможности, которые мы сможем использовать в наших приложениях. Самое важное, он добавит высокую производительность. Второе. Новые языки возможно поддерживать будет внутри веба. Очень важная большая проблема, что те языки, которые компилируются в JavaScript, они очень часто, очень сложно выполняются, и очень сложно с ними потом работать и поддерживать определенный уровень производительности. Ну и третье. Очень много библиотек, которые написаны на C и на других языках, возможно будет использовать без больших проблем внутри веба. Что это на самом деле? Какие новые типы приложений у нас появятся? Ну, я считаю, что появятся новые графические видео и аудиоэдитеры, а также CAD-приложения. То есть я ожидаю, что в ближайшие пару лет мы увидим Photoshop в вебе. Я даже не сомневаюсь. Уже 3D AutoCAD фирмы, не AutoCAD, Autodesk пишет приложения, которые будут работать именно в вебе. Второе. Появится очень много игр, очень много игр, которые будут сделаны специально под веб, и они будут полностью поддерживать всю мощь наших процессоров с потоками, с объемом памяти. До этого все игры, которые написаны на JavaScript, у них была идея написать саму игру, и за счет WebGL все красиво отображать. Но только когда касается какой-то физики, у нас сразу просадка по производительности. Еще у нас появятся также возможно какие-то новые приложения, которым тоже нужен процессор, который не является ни играми, ни фотошопами и так далее. Ну и очень много новых языков мы сможем увидеть в вебе. Нам не нужно будет использовать никакие дополнительные транспайлеры. Мы будем использовать WebAssembly и писать на тех языках, на которых нам нравится. Сразу вопрос, можем ли мы сейчас использовать WebAssembly. Ну как бы я считаю, что можем, потому что все основные мейнстримовые браузеры его поддерживают. К сожалению, те, кто будут работать с E, им не повезло, а все, кто там Evergreen браузеры, все смогут с ним работать. Для каких языков уже сейчас мы можем писать под WebAssembly? Ну, C++, это понятно, потому что именно для… Это был референс имплементация, имплементация на C, вот C язык. Второй, Rust, он очень активно развивается, очень активно продвигается. При этом его одна из главных целей в 2018 году – это полная поддержка в WebAssembly. C Sharp, используя Mono или Core RT, тоже уже сейчас позволяет конвертировать себя в WebAssembly и запускать. Также Go. Самое удивительное, что BrainFact тоже уже поддерживает WebAssembly в данный момент. Ну, то есть вы можете на нем писать, если сможете на нем писать. Также языков растет и плодицы, которые будут поддерживать WebAssembly. Если интересно, заходите. Я когда просмотрел статистику, половину языков даже я не знал названия, какие поддерживают уже WebAssembly. Также не только языки можно будет компилить под WebAssembly, но и существовать будут виртуальные машины, которые написаны в WebAssembly, которые будут позволять интерпретировать тот или иной байт-код, который работает в WebAssembly. Например, Blazor – это одна из инициатив Microsoft. Они разработали свою некую виртуальную машину с своим внутренним движком по генерации HTML, Razor, старый добрый Razor, который использует WebAssembly как интерпретатор. То же самое TVM вы можете писать на Java, и она будет интерпретироваться внутри WebAssembly. Ну и такой мало кому известный OCaml тоже позволяет выполнять себя в виртуальной машине. Какие я вижу сценарии использования WebAssembly в вебе? Ну, первое – писать более быстрые приложения. Что имеется в виду? Допустим, у нас есть какое-то приложение. Какая-то небольшая часть этого приложения, веб-приложения, работает медленно, потому что мы используем JavaScript. Мы этот кусочек выносим в отдельный модуль, используем язык более продвинутый, более качественный, и переводим его на WebAssembly. После чего мы используем этот модуль, мы получаем большой прирост производительности от именно этого компонента. Мы решаем конкретную свою проблему. Второй вариант – переписывание тех или иных библиотек в WebAssembly. То есть, как я это вижу, один из вариантов, допустим, сейчас все кодеки, которые у нас идут в браузер, они идут внутри браузера. То есть, если мы хотим просмотреть видео, мы должны передавать в этот браузер тот или иной… мы должны знать, поддерживает ли этот браузер тот или иной формат. Можно с WebAssembly это все решить. Что это сделать? Мы пишем свой кодек, который на лету будет преобразовывать видео, которое нам надо, и выводить на экран. Точно так же совсем недавно Google написал свою библиотеку, которая позволяет переводить те или иные битмапы в формат WebP, который они усиленно продвигают. И зарелизировали его как WebAssembly модуль. Еще один вариант использования. Переиспользование алгоритмов, которые у нас на серверсайде. Для чего это нужно? Допустим, у нас есть какой-то алгоритм, который мы выполняем только на сервере, потому что он выполняется достаточно долго. Но если мы его переводим в WebAssembly, он начинает работать достаточно быстрее, и это достаточно для того, чтобы это работало для индьюзера в браузере. Что это нам дает? Если мы переносим в Web, приводит к уменьшению нагружки на наш сервер. То есть мы начинаем меньше платить Amazon или Google Cloud, или Amazon, или Azure и так далее. Это уменьшает наши косты. Ну и передача всего приложения, как WebAssembly. Тут как пример это вот Razer. Они все компилируют в WebAssembly модуль и передают на сервер. Вот уже сейчас все вот эти приложения, все эти направления уже сейчас используют WebAssembly. Если не знаете, Ethereum – это некий блокчейн проект, и они свои контракты уже перевели на WebAssembly. Допустим, Figma Design – это большое приложение для создания макетов приложений. Тоже они переписали на WebAssembly, они получили прирост производительности, они получили уменьшение объема тех размеров модулей, которые они передают на сервер. Такие движки, как Unity, Unreal, они уже сейчас поддерживают WebAssembly. Autodesk буквально на прошлой неделе зарелизил AutoCAD уже не в бете, а в Prode, и оно полностью переписано на вебе. Я еще был студентом, я работал с AutoCAD. Это было 16-17 лет назад. Это было под Windows приложением. Сейчас это в вебе, сейчас вы уже можете сейчас его пользоваться. Ну и так далее. Хорошо, мы поговорили, как мы его используем. Ну как начать с ним работать? Есть несколько вариантов. Есть медленный старт. Вам нужно поставить все вот эти либы, студии и так далее. Но я на самом деле вам не советую это делать. Не советую портить свою машину. Вам лучше пойти по вот этой ссылочке. Вот там откроется такое прекрасное приложение в вебе. И вы там сможете писать под WebAssembly или на C, или на Rusty. Поигравшись с ним, если поняв, что это то, что вам нужно, поняв, как оно работает, потом вы можете вернуться и начать установку всех этих модулей. Окей, какое направление, в каком направлении движется сейчас WebAssembly? Для WebAssembly самое важное – это создание garbage collector. Создание garbage collector – это новая спецификация – позволит решить проблему с передачей объектов внутри WebAssembly. Я сказал, там только четыре типа. На самом деле это очень сложно с этим работать. Как только появится garbage collector, мы сможем из JavaScript передавать полностью объекту и выполнять малипуляции над ним. Второе – потоки. Это очень важно. Если мы выполняем какие-то оптимизационные алгоритмы, нам обязательно нужны будут потоки. Третье – к сожалению, в WebAssembly есть одна типа ошибки, не удалось выполнить все. То есть никто не знает почему. Поэтому есть отдельное направление, пишется спецификация, как правильно и красиво обрабатывать ошибки. Ну и тулы, к сожалению, так как технология очень новая. Тулов, лип, ресурсов – всего это очень мало. Ну и много-много-много других пропозалов идет, которые позволят нам делать дебаг внутри веба. Там использовать большие-большие номера, использовать те или иные варианты вычислений с векторами, так как Synth этим занимается. Окей. Какие есть варианты? Уже сейчас вы можете по этим линкам найти и открыть видеоэдиторы, которые позволяют играть. Вот по этой линке это уже танки можно гонять, в WebAssembly сделано. Также есть дополнительные варианты, как мы можем посмотреть большие-большие мощные движки, которые сделаны на Unreal, и посмотреть, как это выглядит в вебе. Ну и дополнительные приложения, которые позволяют наблюдать и в рантайме определять, распознавать лица. Ну и вот автокад, я про него уже говорил, если кому интересно, заходите. Пока сейчас там работа бесплатна. Они за это денег не берут, потому что они считают всех пользователей, которые туда пришли, тестировщиками. Ну и подведем некие итоги. Что важно понимать. WebAssembly это развивающаяся технология. И она совсем новая. Поэтому вы, если начнете ее использовать, лучше ее не использовать для продакшена. Только поиграться. В данный момент, через год-два, уже возможно будет играться с ней в продакшене. Но на самом деле она очень много обещается. Она позволит решить эти несколько проблем ключевых. Вы видели, сколько было попыток решить проблему с производительностью. Сколько там похоронено. Это еще одна попытка. Я очень надеюсь, что последняя. После нее мы все это решим. Ну и важный момент, что очень мало тул и очень мало ресурсов, где можно про нее почитать. Ну и дополнительный то, на самом деле, что меня расстраивает, что большинство важных возможностей WebAssembly это только еще спецификации. Они только проверяются, как они будут работать. То есть сейчас вы с ними можете поработать, с ними невозможно. Ну и я добавлю пару ресурсов, которые, возможно, вам понадобятся, если вы захотите поработать с WebAssembly. Это вот у Mozilla есть подборка тех или иных статей, которые позволяют вам больше изучить WebAssembly и почитать, как с ней работать. Зайти на сайт WebAssembly и GitHub репозиторий, где сохраняются все спецификации по WebAssembly. Важно, есть такой Twitter, который пытается распространять информацию про WebAssembly. Все последние новости обычно ретвитятся здесь. Ну и спасибо за внимание. Если есть вопросы. Дякую. Александр, спасибо за доклад. На самом деле для себя, чтобы я уже окончательно понял, из roadmap я сделал вывод, что по факту сейчас WebAssembly это только прослойка с более взрослых языков. Более как-то серьезно мы это использовать сейчас не можем. Из-за тех же потоков, garbage collector отсутствия и прочего. То есть просто импортировать, вот как-то применять. Ну если у вас, опять же, если у вас есть какой-то кусок кода, который работает в JavaScript медленно, и вам не нужно его параллелить, то вы можете пытаться использовать. То есть… Но если чуть сложнее, то уже… Ну чуть сложнее надо ждать, потому что это… Сама технология зарележена как MVP, most valuable product, спецификации только полтора месяца. Много технических проблем нужно еще решить. Но все над этим работают. Поэтому я и говорил, что это развивающаяся технология. Спасибо за доклад. Хотел узнать, вот вы говорите, что в WebAssembly в перспективе возможно заменить JavaScript. Это был хайп. Я не верю, что в ближайшие пять лет точно… Ну допустим, возьмем отрезок в пять лет. Но при этом вы тоже сказали, что из структуры данных есть только флоуты и интеджеры. Тогда вопрос, как будет, допустим, через пять лет происходить консюминг копишек и прочего. Спасибо. Все должен решить garbage collector и собирается передавать объекты такие как JavaScript внутрь WebAssembly как объекты JavaScript. Ну то есть существующий объект. Потому что garbage collector, ну как он работает? Если вы туда что-то передали, вы обязательно должны это за собой почистить. Если там его нет, то у вас будут объекты, которые будут жить всегда. Это будет исправлено. Да. Буквально, ну там недавно слушал, что есть направление, которое пытается это решить. Уже сейчас тестируют это решение. То есть WebAssembly будет само конвертировать объекты, XML и прочее в свои форматы? Я не уверен, что он будет конвертировать в XML, но точно объект из JavaScript, ну объект, можно будет принимать и навигироваться по его property и работать с ними. То же самое можно будет доступаться к дому. Сейчас невозможно заступаться к дому не потому, что они не могут это сделать, а потому, что нет garbage collector. Потому что когда вы передаете объект какой-то, ну домовский, вы его себе забрали, вы обязательно, ну JavaScript не знают, что вы там с ним делаете, дома не знают. Поэтому кто-то должен за вами чистить. Как только garbage collector появится, он будет за собой чистить. Поэтому вы сможете спокойно работать из WebAssembly с домом. Напрямую. Без никаких промежуточных враперов. Ну вы поняли. Не нужно будет никаких враперов импортить передавать. Спасибо. Спасибо еще раз за доклад. У меня есть два таких более-менее технических вопроса. Первый, наверное, связан больше с языками. Если говорите на C, можно писать. То есть там есть какие-то ограничения конкретно на C. То, что у нас там есть в WebAssembly четыре типа, ну C, естественно, побольше. Значит, у нас есть много ограничений на C, которые мы должны учитывать, когда создавать модуль. Да, это верно. Но все вот эти преобразования, когда вы пишете на C, выполняет за вас такая библиотека скриптен, которая конвертирует это в WebAssembly. Она делает все это за вас. То же самое касается Rust. У них свой конвертер, который всю эту обвязку и передачу этих типов маршалингов с интеджеров в реальные объекты JavaScript, он делает за вас. Ну, к примеру, я как пробую писать на C, я должен это почитать, сразу разобраться? Ну, я думаю, чуть-чуть, да. Но на самом деле не очень глубокие различия. Потому что вот эти вот движки, вы видели там, показывал Unity, они уже это делают за вас. То есть компиляторы уже готовы. Какие-то ограничения в любом случае будут наложены, потому что вы потоки не сможете создавать. Но вы не сможете работать, очищать там память и так далее. Но в принципе для вас, как разработчика на C, больших проблем не будет. Вы там можете создавать свои классы, структуры и с ними работать. Второй еще такой вопрос, тоже чуть-чуть технический. При компиляции, вернее передаче, было упомянуто то, что уже веб-ассембле передается в виде байт-кода. Но тем не менее, вы рассказывали о том, что там происходит парсинг, еще разбор какой-то. Что там? Я чуть не совсем понял, как это. Когда вы смотрите, вы работаете в вебе, вам обязательно… Там называется на самом деле операция декодирования, но она соответствует операции парсинга в JavaScript. Зачем это нужно? Потому что вы не знаете, что за модуль придет к вам. Вы работаете в вебе. Вы всегда должны проверить, все ли там правильно работает. Поэтому идет просто проверка. А все остальное получается при компиляции… Компиляция нужна, потому что вы должны перевести некий байт-код в реальные операции, которые может выполнять конкретный процессор, ну, реальные платформы. Спасибо. Спасибо большое. Еще один вопрос. По поводу дебаггинга. Как он будет происходить? Как они планируют это реализовать? По поводу дебаггингов. Сейчас дебаггинг очень сложный, потому что нужно работать с XExpression, потому что не реализована спецификация. Но есть тестовые… Во-первых, пишется спецификация на дебаггинг. Второе, как Chrome, так и Firefox заразили свои форматы дебагг… форматы, как можно дебажить эти модули. То есть в данный момент вы попадаете из JavaScript, когда вызываете WebAssembly во время дебагга, попадаете вот в этот XExpression, который я показывал, который… О, он реально непонятный. Но в будущем реальный дебагг будет. То есть над этим работать. Потому что без этого это не взлетит. Ну, если мы делаем какой-то модуль, мы должны понять, что там происходит. Это будет. Спасибо. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что перформанса JavaScript достаточно для типичного браузерного приложения? Мы не берем специфические, там где какие-то супер вычисления, либо суперграфика. Ведь любое типичное браузерное приложение это про взаимодействие с пользователем. А для пользователя разница выполнить своего коллбэк за 200 миллисекунд, либо за 50, ну, она незначительная, даже не заметит ее. Я абсолютно согласен. Для родового пользователя, родового, там, а-ля магазин, там, я не знаю, или какой-то там флоу небольшой, мы будем продолжать использовать JavaScript. WebAssembly нужно не для того, чтобы решить проблемы магазина. Вот если нам нужны большие сложные приложения, которые должны работать быстро, и там есть какие-то сложные математические алгоритмы, которые должны отрабатывать быстро, сейчас это решается или на сервере, или доступным приложением. Для стандартного мы как писали на JavaScript, так и будем писать на JavaScript, если это обычное приложение. Для этого, ну, WebAssembly не нужен. Спасибо. Спасибо за презентацию. У меня такой вопрос. Стоит ли ожидать переезда JavaScript-овых библиотек на WebAssembly? Потому что сейчас в основном мы видим, что C-шные библиотеки переходят в WebAssembly и входят в мир браузера. А обратную, то есть, например, те же самые Fizer и прочие библиотеки, стоит ли их переписывать, либо, в принципе, будет уже хватать C-шных и прочих языков для выполнения этого? Ну, мне на самом деле сложно ответить на этот вопрос, потому что все зависит от того, какая библиотека и какие к ней требования у конкретного пользователя. Если она вас устраивает, то вам ничего не нужно делать. Вы берете, используете. Я могу привести пример. Есть такой фреймворк Ember. Я не знаю, кто-то вообще про него слышал. Они используют под капотом свою виртуальную машину. Раньше она была на JavaScript. в этом был саммит по Ember. И они объявили, что в начале этого года они уже ее переписали на Rust для того, чтобы она компилилась в WebAssembly. То есть свою виртуальную машину Ember переписал. Я не помню, как она называется, но они переписали на WebAssembly. То есть если у вас будут проблемы с производительностью, вам стоит смотреть в сторону WebAssembly. Если нет, то вы можете пользоваться так же, как и пользовались раньше этими библиотеками. Все зависит от конкретного случая и конкретных требований к производительности этой библиотеки. Если она вас устраивает, не стоит с этим заморачиваться. Ну, с ним заморачиваться, потому что вы можете наступить на какие-то грабли и замучиться, и потратить кучу времени. Ну, то есть стоит ожидать от больших разработчиков того же там ангуляра и прочих, что хотя бы частично какие-то вещи они будут переделывать в WebAssembly именно в больших масштабах фреймворка для… Смотрите, как я вот буквально на неделе там был саммит и приглашали разработчиков именно фреймворков. То есть есть ожидание, что возможно React перепишет эту модель вычисления диффов между… этот Shadow DOM, вычисление диффа между той моделью, которая отображается, с той моделью, которую мы храним. Вот ее, возможно, перепишут на WebAssembly, чтобы она работала быстрее. Вот. Если говорить про Angular, ну, они пока не собираются. Они скажут, ну, нас пока все устраивает. И как бы особых таких супер-пупер, супер-сильных нагрузок они не испытывают в своей работе. Те, которые могут быть исправлены с помощью WebAssembly. Все, спасибо. Пожалуйста. О 12.10 будет диван с экспертом, с Сашей, тому все питания вы там сможете задать, кто не встигнет. Спасибо, Таш, еще раз за доклад. Таких два маленьких вопроса. Если это garbage collector, то будет некое подобие хипа или там сериализация и в стек. И второй вопрос, это ты говорил о том, что как бы передача, то есть загрузка происходит стриминговая, и вот обычно там, например, для редюса сайза бандла используется какой-то код сплитинг. Возможно ли это в данном случае, то есть, например, даже строгие модуля и все такое? Можно последний вопрос еще раз? Это вот код сплитинг возможен в WebAssembly? Уменьшение с кодом? Да, да. То есть возможность асинхронно подгрузить модуль, скажем, в другой WebAssembly. Пусть он будет строго типизированный, все как положено, но только его подгрузить асинхронно. В данный момент вы можете, ну, как бы, процесс инициализации загрузки модуля, он происходит из JavaScript. Из другого WebAssembly вы не можете загрузить этот модуль. Только внутри. Об этом тоже есть отдельное направление, как это сделать, потому что проблема была у людей, вот когда они AutoCAD зарелизили, у них вот этот бандл 10 мегабайт. Для WebA это очень много, ну, очень долго. И не все сразу вам нужно там. И они не захотели его делить, они сказали, окей, там, ближайшие полгода, льгот, напишем спецификацию, как мы будем делить и как из WebAssembly мы можем подгружать другие модули. Вот в данный момент, к сожалению, это невозможно. То есть вы будете грузить весь поток. Окей, а по гарбич-коллектору? То есть пока еще вообще никаких, я так понимаю, спецификаций в плане… Спецификации пишется, но это как бы… Она же должна быть такая, чтобы устраивала все браузеры. Мало того, она должна еще устраивать все, так сказать, нормально работать на всех платформах, ну, со всеми процессорами. Поэтому подожжем. А какие-то проблемы с безопасностью предвидятся в работе с WebAssembly? Конечно, потому что все будут пытаться захачивать. Там отдельный момент, как они реализовали память, это линейный поток, и вы никогда не можете выйти за него. Ну, это отдельное там направление безопасности. Это должно быть безопасно, а все будут пытаться ее хакнуть, ну, по-любому. И все, даже очень много проблем именно в написании спек, именно касается безопасности, потому что мы должны обеспечить работу нашего браузера и ничего лишнего не отдать. Ну, вы все слышали про спектор, милдаун, все эти вещи. Все должно быть хорошо написано. Поэтому в спеке пишется очень долго. Спасибо. 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 Спасибо за доклад. Такой вопрос. Я как бы просто JavaScript разработчик и, честно говоря, я не знаю ни C, ни Rust, но я слышал, что мы можем писать на TypeScript, например, и конвертировать это в WebAssembly. Это правда или… Да, есть такое направление. Есть люди, которые пишут компилятор из TypeScript, там еще TurboScript, это подмножество TypeScript, которые, возможно, будут компилировать в WebAssembly. Ну, как бы посмотрим, как оно там будет. Потому что если вы, опять же, из TypeScript будете работать с домом, то вам нужны какие-то будут обвязки. То есть пока что, даже если мы пишем на TypeScript, мы все равно не можем оперировать ни с домом, ни с WebApi, ни с чем. Пока только вычисления, но на TypeScript. Да, да, да. Спасибо. Есть. Спасибо большое, Александр. У меня маленький вопрос. Насколько дорогая передача информации из одной среды в другую, из JavaScript в WebAssembly? Ну, как они называют это интеропом. На самом деле это дорогая операция. Ну, самое дорогое – это вызов из JavaScript в WebAssembly. И наоборот, из WebAssembly. Это дорогая операция, потому что мы переключаем несколько контекстов. Отдельно они, вот в следующем Chrome и Firefox, они говорят, что они значительно ускорили. Ну, как я, когда с этим работал, действительно это очень-очень-очень дорого. То есть мы теряем много времени. Если у вас много раз нужно вызвать JavaScript функцию, это очень замедляет. Но они, разработчики браузеров, обещают, что они это исправят. Это должно быть очень максимально быстро. Окей, а возможен ли какой-то постмесседж, формат общения через постмесседж, то есть через асинхронную такую модель, как будто у нас движок работает на WebAssembly и постоянно постит месседж или JavaScript постит месседж? Не знаю. Ну, как бы с чем я работал. Мы для WebAssembly реализовали возможность. Мы берем один модуль написанный на WebAssembly, берем там вот эту память со всеми значениями и через операцию постмесседж постмесседж передавали в iFrame и обратно друг к другу обменивались. Мы обменивались всей памятью этого модуля. То есть такое возможно. Варианты, как организовать постмесседж, пока, к сожалению, нет. То есть мы должны дергать функцию и так далее. И именно таким образом взаимодействие реализовать. То есть не обязательно передавать управление на WebAssembly, ждать, пока он выполнится и только тогда получать ответ. То есть в WebAssembly какой-то модуль может работать автономно. Сейчас это можно сделать через воркеры. Вы воркеры открыли, передали туда, что вам нужно, подождали, он вам вернул. То есть пока так. В будущем, надеюсь, что-то появится такое, которое позволит нам асинхронно выполнять и не задумываясь о том, что нас кто-то ждет здесь. Сейчас мы должны подождать. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Можно какой-нибудь пример, что уже было сделано, что переносено в WebAssembly и больше всего интересует, какой порядок прироста. Во сколько это? 10, 100, миллион, сколько? На синтетических тестах, то есть синтетические тесты запускались для чистого C и для WebAssembly. Разница это 20%. WebAssembly было медленнее на 20%, чем чисто C код. Больше я не уверен, что можно уменьшить эту разницу между нативным выложением и WebAssembly, потому что, собственно, вы работаете в веб-браузере, так или иначе вам нужно за это платить. Не совсем понял про… При эти… Про и коды. По сравнению с javascript вычислениями. Насколько быстрее это будет? Мы говорили про десятки раз. Ну, на определенных операциях. Спасибо за доклад. А скажите, пожалуйста, а что там по поводу версии вот самого вот этого ассемблера? Если одни броузеры будут поддерживать какие-то спецификации, а вторые еще не будут поддерживать, как вот этот конфликт будет? Ну, ожидается, что будет типа а-ля feature detection какой-то, с помощью которого можно будет реализовать. И если это невозможно, там как-то пытаться это полифилить. То есть они об этом задумываются. Там даже если открыть WebAssembly модуль, там в начале идет версия спецификации WebAssembly модуль. То есть сразу с модулем передается этот параметр. Но ожидается, что он будет всегда один, а все вот эти вот варианты будут реализованы через feature detection, как мы сейчас делаем в javascript. То есть об этом тоже думают, потому что действительно все развиваются с разной скоростью. Вот. Как-то так. Спасибо. На этом все. Подходите на диван эксперта, до Саши. Дякую. Спасибо. 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 Спасибо.